Следующий вопрос, третий. Есть ли у человека предназначение? Скажите, когда у вас родился ребенок? Есть ли у человека предназначение? Дальше мой ответ такой. Скажите, если у вас родился ребенок, то у вас есть перед этим ребенком желание или у вас есть четкое предназначение, для чего этот ребенок у вас родился? Я считаю, что когда человек говорит, в чем мое предназначение, он немножко льстит себе. Дело в том, что когда у меня рождались дети, то я не думал о их предназначении. Я считаю, что основным предназначением родившегося ребенка является предназначение того, что он удивил и, наверное, добавил любви в жизнь того родителя, у которого он родился. Именно поэтому я часто говорю, человек предназначен или его основное предназначение заключается в том, чтобы он прожил в радости, а также прожил счастливо. Это основное предназначение любого человека. В случае, если вы проживаете нерадостно и несчастливо, то вы страдаете, тем самым, наверное, ваш отец страдает вместе с вами. Допустим, в тот момент, когда страдает мой ребенок, в этот момент страдаю я. Так же происходит у обычного человека. Но неужели невозможно найти в себе небольшое количество радости, чтобы жить чуть-чуть радостнее? Но почему люди находят возможность все время, все время грустить, включать у себя злость, апатию, нервничать? Но неужели нечем в жизни заняться? Неужели сложно найти вот эту внутреннюю силу для того, чтобы хоть как-то включить позитив в своей жизни, хоть как-то начать обращать внимание на внутреннюю радость? Ну, выспаться нужно, покушать нужно, не нужно все время в себе ковыряться. Человек обязан находить радость в своей жизни любыми ему доступными способами. Что такое уровни человека? Уровни человека – это уровни, которые обозначают, от чего он может максимально испытывать радость. Самый нижний уровень – это радость только от сексуальных отношений. Средний уровень – этих уровней много. Это радость от еды, радость от вербальных контактов. Третий уровень – радость от того, что видят глаза. Четвертая радость – радость от надежды того, что скоро что-то произойдет. Пятая радость – внезапная, исходящая просто так, внезапно, радостно появляющаяся. Я надеюсь, вам вопросы, которые я...